Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня я вам расскажу кратенько первые впечатления о телефоне. У одного продавца я заказывал стекло к этому телефону, оно не подошло, оно меньше размером, примерно по полтора миллиметра с каждой стороны. Поэтому, если будете вдруг заказывать посылки, стекло не заказывайте. Дальше. Мне придется уложиться в 8 минут, на данный момент я снимаю в 4К 30 фпс, то есть о качестве судить вам. Стабилизация включена. Потрясу! В общем, камера мне понравилась. Так, есть минус небольшой, смартфон при съемке 4К немножко греется. Не сильно, не сильно, не критично. Скажем так, температура тела чуть выше. Дальше. Лаунчер, который установлен, непривычен. После Xiaomi, что еще. Сразу же его из коробки нужно будет настроить вам. То есть, изначально все, кто пользовался Xiaomi смартфонами, вам этот лаунчер не понравится. Когда настроите, уже более-менее привычно. Ну, есть определенные, конечно, недостатки, но они, скажем, не критичны совершенно, абсолютно. Ну, все могут привыкнуть к меню и тому подобное. Там, в принципе, все то же самое. Просто, ну, поковырять придется, скажем так. Так, дальше. С чем я еще столкнулся? Основная проблема это Android 11. То есть, это даже не проблема не телефона, а проблема Google. У меня есть часики GTR, да? Установив ZEP, по привычке, ну, решил в ручном режиме закинуть свой WatchFace. Google закрыл папку Data. То есть, нужно либо рутировать, либо воспользоваться сторонними приложениями. Сегодня я получил ответ. Я связался с разработчиком приложения одного. Ссылочки, естественно, оставлю. В общем, он мне написал, что нужно установить его приложуху. Там будет инструкция и нужно установить дополнительное приложение. Сейчас покажу. В общем, получается, что Google доверяет этому приложению больше. И у него есть доступ, насколько я понял, к папке Data. Ну, посмотрим. Я еще пока ничего не делал. Я так вот приехал, пока первые впечатления делюсь с вами. Дальше. Телефончик тяжелый. Мне непривычно после моего старого им пользоваться. Ну, в руке лежит нормально, но тяжелый. Вот. Поснимал я им, походил туда-сюда, не знаю. Мне все понравилось. Да. Я не стал обновлять прошивку. И вам не рекомендую. То есть, если, грубо говоря, из коробки у вас все замечательно, лагов нет, снимает хорошо, не надо ничего обновлять пока. Когда уж начнет что-то не устраивать, тогда уже задумайтесь об обновлениях и тому подобное. Не помню, сказал или нет. Брал я на 8256. Телефончик. Что еще? По яркости экрана. Ну, сегодня в течение дня периодически выскакивало солнце, да. Ничем практически не отличается. Ну, может быть, чуть-чуть он посветлее, чем нота 4х. 4х64. Разница незаметна, скажем так. Есть по оттенкам определенные различия. Но, опять же, эти оттенки все настраиваются. Что еще можно рассказать о нем? А, по батарее. В общем, за целый день, когда я его настраивал, был включен Bluetooth, Wi-Fi, мобильная сеть отключена. И мучил я постоянно все приложухи, там, устанавливал, настраивал. Ну, за день я его высадил, скажем так, на весь рабочий день и приехав домой, если постоянно в нем сидеть, аккумулятора хватает. В игры я не играю, поэтому по этому поводу ничего сказать вам не могу. Возможно, обзорщики правы, да, там, он понижает FPS, еще что-нибудь, там, может, греется сильно, не знаю. Не могу вам сказать. Брал я его для обыкновенного использования. По большому счету, решил также его взять, скажем так, чтобы качество видео было немного лучше, чем у предыдущего смарта. Ну, это вам судить. Не забудьте, что еще YouTube сконвертирует. Хорошо, хорошая съемка, нехорошая, вы уж сами там решайте. Что еще? Больше косяков я отношу, скажем так, к Android 11, то есть к Google претензий. Он врубил безопасность на полную, и почти каждое приложение нужно настраивать постоянно. То есть установили приложение, полезная настройка, и начинается свистопляск с настройками. Даже в семерке такого не было, то есть там более-менее все нормально. Дальше напрямую практически невозможно зайти и устанавливать, ну, при установке с неизвестных источников, чтобы галочку поставить, да, во всяком случае я не нашел, я еще, конечно, поройсь, но как-то так. Ну, наверное, первые впечатления на этом все. Давайте еще немножечко поводим, потрясем, не забываем. 4К, 300 фпс, стабилизация, мне кажется, работает и отрабатывает для данной цены нормально. Ну, все, спасибо за просмотр, всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok